Бесплатные вебинары для руководителей Эксперты по построению бизнеса расскажут Новые сценарии онлайн-продаж Современные возможности интернет-маркетинга Как продавать в соцсетях и мессенджерах Как контролировать сотрудников на удаленке И как организовать онлайн-офис Делайте бизнес прибыльным для себя И надежным для своего клиента Друзья, день добрый Сегодня мы говорим про удаленную работу Про нюансы, про правила, про сложности Про то, как с этим бороться Меня зовут Михаил Беляев Я сегодня буду ведущим и вторым спикером вебинара Я немножко в самом начале расскажу вам про то Как мы с вами проведем ближайшие полтора часа У нас с вами впереди примерно столько времени Час 30, да, мы поделим это время на два отрезка Примерно пополам В первом мы будем говорить про саму удаленку Про то, что изменилось Выдадим некоторые рекомендации смысловые Как вести себя по отношению с коллегами С сотрудниками Как работать вообще на удаленке Как общаться на удаленке Какие сложности вы можете увидеть Или видите уже И как с этим бороться Во второй части мы посмотрим на инструментарии этой работы С точки зрения системы Мы поговорим про Bittrex 24 И про инструменты, которые внутри сервиса есть Для того, чтобы удаленную работу сделать комфортной и продуктивной Полтора часа, как я говорил, у нас с вами есть На две части мы его разобьем Вопросы, которые у вас возникают Можно задавать в чатик Я смотрю, что многие уже чатик нашли Пожалуйста, там можно общаться Можно задавать такие вопросы С нами сегодня будут коллеги Коллеги-интеграторы, опытные Которые знают Bittrex 24 Отлично, если у вас есть вопрос Про систему Bittrex 24 Что можно делать, что не можно Что нельзя, что сложно получается Или легко получается Пожалуйста, в этот чатик задавайте Коллеги из компании Подъем И VBG 24 Бизнес Технологии Ответят на вопросы прямо в чате Ну, если они останутся потом То мы расскажем, как потом можно будет сделать Так, друзья, я вижу комментарии в чате Что у кого-то есть сложности со звуком Пожалуйста, если слышно хорошо Поставьте мне какой-нибудь волшебный плюс Мне будет приятно, понятно Как двигаться дальше Вижу плюсы Да, большое спасибо Значит, если вдруг у кого-то Есть задержка видеозвук рассинхрон Или отставание, какие-то сложности То первое, что нужно проверить Это интернет Если он стабильный канал, отлично Если у вас есть резервный, переключайтесь В наше удаленное время Резервный канал – это такой must-have история Второе Если у вас браузер не Chrome То рекомендую перейти в Chrome Не то чтобы рекламу Но там обычно проблем намного меньше Поэтому сначала вот обновление Браузер, интернет Попробуйте что-то сделать Если мы в процессе будем видеть Что со звуком барахлит у всех То будем пробовать чинить Так, отлично Значит, еще один вопрос Который регулярно задается Это запись Мы будем делать сегодняшнюю запись вебинара И чуть-чуть попозже Как только на площадке она сконвертируется Отдадим вам Так, вроде бы по общим моментам Мы прошлись по всем Тогда, наверное, перейдем непосредственно к вебинару И сегодня Мы поговорить про удаленную работу Пригласили Филиппа Гузеника Я немножко его представлю Филипп, появляйся, пожалуйста, у нас в кадре Филипп Потрясающий тренер, коуч И человек, который работает с первыми лицами компаний Много-много стратегической сети Я боюсь, что не ошибиться в числе в год Проводит Филипп Но вот как раз и помогает определить И видит, как компании строят Дальнейшую жизнь свою На полгода, на год, на пять лет Вот в какой-то перспективе И в том числе, как они реагируют На эти внешние изменения удаленные У многих компаний появилась удаленка, но в каком-то большом объеме И мы видим Филипп видит И по-другому с нами, надеюсь, сегодня Как компании стараются вписаться в этот формат И вытащить оттуда преимущество Филипп, привет Привет, Михаил, рад тебя видеть Да, очень взаимно Значит, тогда мы построим такую первую часть в режиме диалога Я буду набрасывать вопросы В том числе, буду подсматривать за вопросами из чатика И мы посмотрим, подумаем, поразмышляем, поделимся опытом Что с удаленкой происходит Значит, во-первых, первый тезис такой Что удаленка вроде бы как с нами навсегда Это невременное явление Когда нужно пересидеть два месяца, полгода Она теперь в каком-то формате присутствует с нами На все оставшееся время Пока нет, новые парадигмы не изменят эту историю Значит, мы теперь либо иногда полностью компаниями перешли на удаленку Иногда частично, а может будем комбинировать Сколько-то времени мы в офисе, сколько нет Вот первый вопрос, наверное, такой Раз это останется с нами на все время Могут ли быть и должны ли появиться какие-то правила Ну, например, общения Правила коммуникации в компании Должны ли они измениться И какие они могут быть По поводу удаленка навсегда Я, конечно, хрустальные шары не держу в руках Как бы, коллеги, сразу же, да, буду такой дисклеймер сделаю Вот я в этом году поработал, наверное, с 40 компаниями Среди которых есть Google, Mail.ru, 3M, вот такие ребята Сбербанк, ВТБ, вот такие ребята Много-много таких бизнесов маленьких, включенных, таких предпринимательских И то, что я вижу Ну, то есть часто действительно на стратеге я сижу с их стратегами Которые думают про то, куда дальше И там у очень многих это тоже звучит Типа, ребята, гибридный мир Удаленка надолго И, короче, вот похоже, что там это действительно такой дух времени Вот, по поводу правил общения Это очень интересно На самом деле Очень много боли Связано с качеством общения на удаленке И очень много возможностей Как я боль чувствую? Вот прямо самая большая боль менеджера и коллеги В чате дайте плюс, если так считаете Что ты как бы делаешь стендап в пустоту То есть как бы у тебя, короче, зум Выключены окна И очень сложно, да Вот передать огонь Людей вовлечь Людей почувствовать Как-то синхронизироваться, да, настроиться Когда у тебя команда маленькая Там 3-4 человек Это еще можно сделать Когда у тебя там 100, через несколько слоев Как вот команду чувствовать Как это вот, да, как это вот делать Это очень сложно Поэтому, действительно, я вот, ну, против таких правил, как правило, да Но я вижу, что в разных компаниях это очень по-разному Где-то приходишь И реально вот сидит 100 человек на зуме, да И ты умоляешь, коллеги, пожалуйста, включите видео Давайте пообщаемся как бы лицом к лицу Трое человек выходит как бы, да, ровно 3 окошка И это триндец Потому что, ну, конечно, в таком формате Вот об эмпатии, о контакте, о чувствах людей Ну, говорить не приходится Очень тяжело Реально вот стендап в пустоту Вот Это приводит к такой дегуманизации, да Когда как бы мы уже эмоции не чувствуем Просто вот как бы компания для меня Это список задач по утру, которые появляются, да Вот поэтому, конечно, история про то, чтобы сделать Ну, какие-то максимально, хотя бы какие-то встречи Визуальными и теплыми Про человеческое Про наш опыт как людей Вот удивительно 14 зумов в день, говорит, понимаете, там коллеги Ну, я как бы не чувствую, что с людьми Почему? Потому что все про задачи Все про быстрей Все про не до Все про как бы еще и еще То есть нет пространства для человеческого Поэтому потрясающий хэштег для вас, коллеги Что про правила жизни удаленки Вот диджитализация и удаленка Заэкспонировали человечность Сегодня огромный тренд в менеджменте На создание теплой, эмоциональной, контактной Человеческой среды Вот компания делает два продукта Один продукт для клиента Второй продукт – это сама компания Для сотрудника Какой сервис я даю Сервис должен быть эмоциональный Если я как бы раньше ходил в офис Я чувствовал статус Я как бы одевался красиво Что-то такое было, да? Это было важно Сейчас где этот Что такое тело компании? Это то, что ты создаешь в режиме удаленной работы Поэтому как бы одно правило Это сделать это максимально классным Хайповым, крутым Совещание нужно проводить так Чтобы морщинки разглаживались у людей Если ты не умеешь как бы раздавать Вай-фай, тепла и спокойствия Через совещание Ты хреновый руководитель И поэтому масса техник, настройки есть Вот не про то, какие инструменты Это тоже важно про это поговорить, да? А про то, как быть тем Как бы кто может делать блестящие совещания И теплый формат согревать людей В режиме удаленки Коллеги, вот эта тема для вас важна Интересно, если можно Дайте по десятибалльной шкале оценочки в сети Эмоциональный контакт на удаленке Важна для вас история или нет? Я пока, коллеги, обратную связь возвращаю Да, тоже скажу Что вообще эта функция Ну, делать теплое совещание Классное, интересное, вовлекающее Она же была очень востребована и до удаленки И в живом совещании так нужно делать Просто удаленка сильно обострила Я вижу десятки в основном Есть 8, 7, 9, но в основном говорят десятки Там у нас есть такая реакция в сервисе Огонек вернуть обратно И там огонь Да, важно Вот я хочу такой стирок рассказать Такой стирок-пирожок Татьяна Мужицкая поделилась На Новый год Олег оделся в костюм унылого говна А утром молнию заела Заела я раз и навсегда Так вот Это было важно В оффлайне Но на удаленке это гораздо сложнее Ты должен быть ниндзя в этих вопросах Ты как бы действительно должен уметь Как бы ну вот В режиме как бы таком бесконтактном Людей вовлекать И там есть несколько техник Я коротко поделюсь буквально Первая история Правило 5 секунд Газманов, когда выходит на сцену Ему там знаете сколько лет, да? В старше, в смысле Он отжимается 50 раз перед выходом То есть он делает все, чтобы выйти В максимально энергичном состоянии Так вот перед выходом ваша сцена Это зум Перед выходом совещания Что-то такое, что вас настроит Согреет, чтобы вы мурлыкали Чтобы вы были довольны Теплые как бы, да? Вот реально Если у вас как бы лицо Вот как бы такое Может там, не знаю В семье что-то такое расстроило Вы выходите Все уже думают, что компания продается Все как бы, да? Побежали с корабля Поэтому 5 секунд Первые очень важны Почитайте книгу Эмоциональное лидерство Дэниела Голлмана Он там пишет, что как бы эмоциональный резонт руководителя В 10 раз важнее, чем любого другого сотрудника Мы гораздо сильнее влияем на людей Вторая штука Как бы Краудсорсинг эмоций На входе в совещание Краудсорсинг эмоций Очень крутая техника Ты говоришь, коллеги У вас есть у каждого Ровно по 30 секунд Не месим Максимум 40 Чтобы передавать живую эстафету То есть Маша говорит Коле Коля, Петя Петя, Ване Собирая всю команду по очереди Две вещи сделать Как дела Как настроение И что интересно во встрече Какой акцент Очень коротко Не ты всех как бы расскажешь У тебя как бы за первые 5 минут Все люди сразу включились Они уже друг другу сказали Уже шуточки пошли То есть ты прогреваешь команду И одновременно настраиваешь ее на фокус в работе На сегодняшний день Эта штука важна Вот Еще одну штуку скажу здесь Что крайне важно На удаленке Ну хорошая подготовка совещаний Вот Все про артефакт Ное Все про то, что Вот это самое Магия таблички Такая компания СМИФ Которая работает на удаленке Матфер Бронов Долгие годы У них не было ни удаленки Никогда У них есть такой Магия таблички Если совещание проходит И нет таблички В которой все подготовлено И в которой все фиктируется То это какое-то плохое совещание Поэтому вот Какой-то артефакт Там, да, где-то Где вы собираете Вот как бы Продукт совещания Это очень важно Потому что размывается Все иначе И, ну, месим И очень неэффективно Вот А Еще одна история Важная Это про конфликты Про менеджмент конфликтов на удаленке Потому что Конфликты Это реально Такие Они меняют свой характер Если в офисе Как бы все поспорили Поссорились Проявились Потом как бы Тут же на обеде Там помирились Все как бы отгремело То То что сейчас видим В условиях подожденки Конфликты Они такие Причем такие Глубинные мины Ты кого-то Зацепил чем-то Он тебе даже не сказал Ты не увидел Что он зацепился И он, зараза Начинает не тебе С этим Как бы, да Он начинает в других чатах Писать Уже полкомпании Просто в каком-то Ахтунге Да, ты не знаешь Поэтому крайне важно Что вот конфликты Решаются Face to face Экспоненциально Увеличивается Время Решения конфликта При Как бы Уменьшении Спектра Передаваемой информации То есть Как бы Вот в мессенджере Можно Как бы ругаться Как бы Ну Годами Еще триггера Всех остальных Есть компания Прикольная Которая Они Называются Why Effect Они такое Правило ввели у себя Что в чате Если информация Чем сложнее И эмоциональный Посыл Городация такая Что как бы Самое простое Текстом Чуть сложнее А голосюшка Самое такое Вот где важно Чтобы человек Почел контакт Видеосообщение Они говорят Что реально Количество конфликтов Учислить сократилось Когда они стали делать Другой видюшки Интересно очень Такое воздействие И Мы вообще говорили Когда в разных Разных моментах Про плюсы-минусы Удаленки У меня еще До перехода Повального На локдаун На карантин Была такая история Что если у вас В компании Есть хотя бы Один человек На удаленке Это улучшает вас Потому что приходится Строить процессы Вот только что Ты поговорил про это На примере Совещаний Что если раньше Можно было Собраться в переговорке Там 20 минут Потратить на то Зачем мы собрались И потом Начать собственно Что-то обсуждать То теперь так не работает Теперь нужно подготовиться Это касается Не только совещаний Прям всего-всего Выясняется Что процесса нет То есть Процесс путешествия документа Например Как документ Переходит из одного Дело в другой То есть обычно Ногами И как-то хаотично А тут нужно построить Такой процесс Отлично Вот с этим Более-менее понятно Немножко про атмосферу И про чувствовать людей Получалось Что раньше В офисе Была атмосфера Она создавалась Самим офисом Вы там В бизнес-центре А-класса Или у вас там Зеленая стенка Покрытая мхом Или у вас Классные лаунж-зоны С переговорками Теперь Примерно то же самое По крайней мере По атмосфере И по ссылу Нужно воссоздать В онлайне Есть такая потребность Как это решается Потребность есть И я тут вижу Что работают Уникальные Как бы Родившиеся Именно в этой команде Подходы Вот не копирование Внешнего чего-то А такое искусство Проращивания своего Я расскажу Какие примерно вещи Я вижу И как оно проращивается Вот На уровне Что часто делают Разные форматы Там Да Таких Пижамных пятниц Когда собираются люди И играют в мафию Пьют вместе Какое-то Нечто горячительное Какие-то настолки По удаленке Все эти вещи Кто-то рубится Там в каунтер-страйк В них как бы Обратная Какая-то история Ну то есть какие-то Такие вот Игры Игры совместные Очень важно Для атмосферы История Связанная С информированностью И со смыслами На удаленке Сильно теряется Контакт Человека С целым Командой И он Оказывается В вакууме Как бы Такой информационном вакууме Видя только Свои задачи Не чувствуя Куда компания идет Поэтому лучшая практика Такая атмосферная И смысловая Это Как минимум Один раз в неделю Ну по-разному Бывает От команды Один раз в неделю У нас две недели делают Такие таунхоллы Где Руководитель рассказывает Как дела Какие новости Что вообще происходит Вот не как бы Строят всех там рядами Чтобы все там Сделали задачи Вообще не про это Именно Как у нас дела Что происходит Куда все идет И дальше Лучший такой формат Ну то есть лучший Для кого-то лучший 15 минут рассказываешь Дальше На 5 минут Всех отправляешь В троечки Там в двойки В пятерки В зависимости от количества людей В зуме В отдельной комнате Чтобы они обсудили Чего они услышали И что им интересно Из этого всего Какие вопросы появились И дальше формат Вопрос-ответ Все забрасывают вопросы в чат Все вопросы видим И дальше потихонечку Как бы отвечаешь Получаешь такой Очень живой разговор Насыщенный Ключевыми темами Вот реально Если у вас как бы В тех компаниях Где это есть регулярно Реально Вот этот эффект Что мы вместе Он остается Атмосфера присутствует Очень важная штука Это one-on-one Такие один-на-одины 15-минутные Их делают сейчас Буквально 15 минут Пообщаться с человеком Раз в неделю Раз в неделю Чтобы он тоже Как-то почувствовал Что он включен в обойму Очень крутая история Это взаимный менторинг Когда на этапе удаленки Ты сотрудников ежемесячно Упределяешь в пары Где они должны друг друга В чем-то прокачать Научить, развить, продвинуть И у тебя как бы человек Ежемесячно с новым кем-то еще Встречается на такие 4 встречи Менторские по полчаса Где они обсудят какие-то темы Вот взаимного развития В итоге команда вся прогревается Вот этими связями И есть чувство Что я постоянно с кем-то из нас Глубоко общаюсь Не просто как автомат про работу Да, про что-то такое интересное и важное Эти вот истории Как бы они работают Мы сейчас уже затрагиваем Тему такой мотивации Она же есть внутренняя Там внешняя Если мы в офисе находимся То она еще такая плюс-минус социальная Ты чувствуешь свою ответственность Перед другими Они на тебя смотрят Примерно то же самое Работает, наверное, на удаленке С какими-то нюансами Вот если говорить про мотивацию Кроме заряда от руководителя Донесения эмоций Неформального общения Вот как дела у компании в целом Что можно еще порекомендовать Переходя на менее личностный формат Да, давай тут расскажу Во-первых, я рекомендую Значит, с мотивацией Сразу же понять Что универсальной кнопки нет Вот есть два состояния Человек, когда он ищет кнопку, на которую нажать Чтобы они побежали И, как правило, таких не получается Ну как бы вот он постоянно почему-то Блин, кнопка не находится Вот, и сейчас, конечно, как бы Автом, потому что Кнопка поменялась Раньше на это нажимал Как-то работало Сейчас где она непонятно Надо найти Вот И старайтесь угоря Людей, которым люди интересны Для которых люди Это не объекты Которых нужно мотивировать Как-то Нажимая на кнопки А интересно Правда Как бы Ну а что у них внутри Что ими движет Вот Я как бы пытаюсь Для тех, кто ищет кнопку Упаковать эту тему В какой-то понятный инструмент Ну потому что надо как-то Есть такая штука Называется Стопка мотивации Стопка мотивации Она из спорта пришла У меня есть такие знакомые Которые тренируют Олимпийских спортсменов Они говорят, что Слушай, у хорошего спортсмена Должна быть Не какая-то одна мотивация Достичь там Золото выиграть Олимпийское Должна быть Целая стопка Разных причин Почему он это делает Для славы Детям показать Для себя Себя преодолеть Прямо вот Как что-то такое важное Передать Как посыл в мир Какие-то такие вещи Продвинуть рекорд Гиннесса Какие-то То есть набор этих вещей Вот И Очень крутые эффекты Дает ситуация Когда руководитель Собирает Стопку мотивации Своей команды То есть запускает Развивающее исследование На тему Интересно А что Движет Моими людьми Прямо вот тебе Неделя Да Ты заводишь Заметочку В оверноуте И туда прямо Собираешь Инсайты Мысли Какие-то ситуации Как ты понимаешь А что В команде Является источником Мотивации Если там Пиксель внимания Есть Приходят Интересные Примеры Из жизни А не Абстрактные Типологии Если ты Ставишь Таким Хантером Таким охотником На Потоки Энергии В команде То ты Начинаешь Это видеть Замечать У тебя Отпадает Вопрос Понятно Что сейчас У Пети Трое детей Они у него На голове Сидят И для него Мотивация Будет Просто Гибкий График Чтобы он Мог Эти два Часа Побыть Когда ему Нужно Я его Не колыхаю Этим Понятно Маша Села Одна В квартире У нее Вообще Нет Ничего И никого И ей Очень важно Чтобы у нее Был кто-то С кем Можно Просто Поговорить Как-то Ее важно Как человека Поддержать Сейчас Это Очевидно Вот Такая Мотивация Хорошо Можно ли Это Если Да При этом Еще есть Такая Штука Что Опять Таки Я Всегда За то Чтобы Это Делегировать Еще Не Я Всех Мотивирую Тоже Такая Вот Себя Поставить В эту Роль Очень Такая Шапка Мономаха Тяжела Да А Как Сделать Так Чтобы Люди Друг Друга Мотивировали И В этом Смысле В принципе Мантра Современного Лидерства Это Поддерживать И Объединять Вот Секретарша Только Что Был такой Сейчас Тренинг У нас В банке В одном Секретарша Руководителя Очень Любит Читать Новые Книжки Она Молодая Девочка У нее Горит Глаз Она С восторгом Там Скорочтение Нифига Себе Как Круто Она Начинает Всем Рассказывать Вот Прямо Ее Нужно Поддерживать И Говорить О Смотри Ка А Вот Петеньке Расскажи Про Это Он Кажется Про Это Говорил Максимальная Поддержка Таких По-хорошему Психованных Людей Которые Прогревают Собой Коллектив Это Очень Такая Минималистичная По энергии Стратегия Но Очень Сильная По эффекту Ты просто Санкционируешь Психов Которые Прогревают Других В хорошем Смысле Этого Слова Психов Которые Заряжены Люди Больше Чем Другие Можно ли Это Делать Самому Руководителю Или Для Этого Нужно Пойти К И Сказать Посмотри Что У моих Орлов За Мотивация Вот Я За Использование Научного Метода Если Сделать Хогана Какого Нибудь Тест Историю Барометра Настроения Команды Очень хорошая Штука Можно Делать Лоу-тек Забавная Такая История Оказалась В одной Этишной Компании Довольно Большая Там Около 100 Команд Вот Таких Скрамовских Они Искали Метрики Как Можно Предсказать Типа Чего В команде Будет Происходить Будет Она Результат Или Нет И Оказалось Что Можно Сложный Барометр Короче Куча Разных Вопросов Просто Там Вот 20 Оказалось Самый Точный Предиктор Результатов Команды Это Смайл Причем Трехступенчатый Вопрос Насколько Вам Кайфово На работе Сколько Вы Счастливы Делали То Что Вы Делаете И Смайли Один Губы Вниз Красный Другой Желтый Третий Зеленый Оказывается Что Когда На них Смотришь Если Смайлы Желтый Красный Точно Там Какая-то Собака Пороться Нужно Идти И с Этим Работать Это Можно Делать Просто В чатике Сбросьте В пятницу Смайлы Посмотрим Как у Вас Слушайте Это Очень Простая Штука Но Рабочая Прям Прекрасно Хорошо Значит Про Коммуникацию Мотивацию Поговорили Еще Очень Хочется Поговорить Все Таки Про Работу То Работа Не Ушла Во Многом Ее Стало Больше Она Часть Подается Сложнее Из-за Этой Коммуникации Расстояний И Там Новых Вызовов Как Ну Нужно Ли Как-то По-другому Отдавать Работу Людям И Контролировать Ее То есть Есть Там Разные Стратегии От Крайних Я Всем Верю И Все Молодцы В Одной Стороне До Крайних В Другой Стороне Все Наверное Читали Про Китайский Эксперимент Полного Диджитала И Тотального Контроля Когда Я знаю Что ты Сделал В каждую Секунду Времени И Ты Знаешь Что я Знаю Живи Теперь С этим Вот Я За Золотую Середину Я За Контроль Через Вот Важно Да Очень Часто Люди На Разные Грани Спектра Ставят Вот Контроль И Доверие То есть Если Много Контроля Значит Мало Доверие Если Много Доверие Мало Контроля Так Вот Мне кажется Суть Такого Открытия Всего Движения Живых Организаций Плоских Структур В том Что Они Умеют Как бы Максимизировать Обе Стороны Как бы Этой Полярности Одновременно То есть Как Контролировать Так Чтобы Росло Доверие Вот И есть Прикольные Штуки Это Через Прозрачность Делается Когда Как бы Фактически Создается Система Где Действительно Человек Сам Производит Данные О Качестве И количестве Своей работы Производит Это так Что Это видит Он Это видит Его коллеги Это видит Его руководитель Вот И при этом Подход К этому Отношение К этому Не такое Что Типа Так Посмотрим Сколько Ты сегодня Сделал Да А примерно Такое Чуваки Значит Я верю Что У нас Команда Серьезная Мы Олимпийская Сборная Если ты Бегаешь На метровку За 11 секунд Извини Но Это Не к нам У нас Нужно Из 10 Выбегать Изначальные Параметры Я здесь Не для того Чтобы тебя Дрючить Контролировать И на тобой Стоять Это не Олимпийскую Сборную Тоже Я здесь Буду тебе Помочь Давай Смотреть Твои Метрики Что у тебя Получается Что не Получается И я И коллеги Будем тебе Помогать Чтобы у тебя Получалось Мы хотим Чтобы ты Был Успешным В нашей Среде И вот Дальше Возникает История Когда Одновременно Есть Как бы И Планочка И четкие И механизм Контроля Через прозрачность И Общее Отношение Доверия И поддержки Вот Формула Суперкоманды Такая Сто на сто Сто процентов Вызова При сто процентов Поддержки Вот Мне кажется Это очень важная Штука Ну Есть масса Инструментов В битриксе Тоже я знаю Да Когда Можно Прямо Реально Ставить задачи Так Чтобы все Видели Но Вот важно Инструменты Плюс отношения И К сожалению Знаешь Как это я вижу Что Это все Головой Понятно Но По факту В атмосферу Ты выдаешь Своё Тяжелое детство Потому что Свои страхи И кто не видит Как это влияет Нужен пример Сюда Расскрыть Историю Про Как это Выглядит Я в любом Случа Хотел Пойти Вглубь Давай С примера Давай И потом Я еще Вопросик Закину Вот у женщины В одной Есть вопрос Типа Филипп Почему они Нифига Не делают Команда Моя Ничего не делают Люди Я вроде бы Слушаю Помогаю Ставлю задачи Все пробовала Ну вроде бы Доверяю им А они как бы Нет Инициативы Нету Давайте Посмотрим И вот идет Совещание Как бы И там правда Как бы Да Вот такая ЧПХ Чисто Питерская хрень Все очень вежливые Такие розовые стены Все радушные Какие-то прям Такие политичные Все прям хорошо Она как бы Каждого слушает Каждому кивает Пока слово Не доходит до кого-то Кто видимо Что-то такое Как бы С чем она не согласна Она Святая женщина Как бы Она и ему Как бы Тоже ничего не сказала Она просто сделала Вот так Да Вот так вот Глаза Я так вздохнула Мужик такой Как бы На полуслой Замолчал Люди рядом с ним Такие Отодвигаются в сторону От него Как бы Да Мы не вместе И команда Начинает Тихонечко Пошли Можно ли Что нельзя Так вот Вопрос с контролем И с доверием Это история Про такие Микро Микродвижения Как себе Их поймать И как выстроить Действительно Открытую Мощную Поддерживающую Позицию Хорошо Вот у меня вопрос Который видимо Тоже из детства Как это обычно бывает Все понятно В сценарии Когда все молодцы Ты всем доверяешь Говоришь Ребята Вот она задача На 100% Я верю Что вы справитесь Если нужна помощь Я рядом Помогу Здесь все Встречаемся Каждую Условно Неделю И все у всех Получается И вроде нормально Сочетается С 100% Классная команда А теперь Человек С которым я встречаюсь Не делает Я ему говорю Давай я тебе помогу Он говорит Давай Я что-то делаю В следующий раз Это так же не работает То есть доверие нормально Все сформировано Но кажется Что Ну тут два момента Первое Что делать в этой ситуации Когда человек не тянет То есть можно ли остаться Тоже В таком же балансе Что вот тебе задача Вот тебе доверие Но что-то с этим Нужно придумать И второе Если ты добрый Хороший Классный И всем доверяешь Не получится ли здесь так Что Ну там Поругаться ты не можешь Там Уволить кого-то Ты не можешь И ты вот здесь Потерял силу Вот там сразу пишет тебе Наталья Увольнять Да Вижу Ну как именно Сейчас Вот эта история Да Но как именно Во-первых Значит Вот такая Стандартная история Действительно Лошадь сдохла Слезь Да Вот Андрей Два вопроса Должна себе менеджер Чтобы Это понять Первый Верю ли я Что он В принципе Может Эту работу Делать Что он может Этому научиться Слышите Не Может ли он А верю ли я Второе Верю ли я Что он хочет Реально Научиться Вот если на один Из ответов Вопрос Не верю Включается таймер Сколько времени Ты будешь Сжечь деньги Компании Слушай Если ты в него Не веришь Что он Научится Что он может Или что у него Мотивация Что он хочет То ты будешь Так выстраивать Отношения С ним Что он точно Не сможет Поэтому важно Вот по чесноку С собой Вот блин Не верю Я вижу ситуацию Когда полгода Не увольняют человека Будут хорошеньким Ничего ему еще Не говорят Потом у человека Через полгода Просто он проваливает Проект Теряются там Большие деньги Для компании И человек Увольняется с треском В минусах Вообще Без возможности Карьеру продолжить Это первое Поэтому сначала Поговорить с собой Про этого человека Второе Если говорить Что я чувствую Что блин Ну вот Хочется дать шанс Я чувствую Я в чем-то верю Есть надежда Дальше Максимально прозрачно Об этом разговаривать Чтобы человек Не было ощущения Что у него все в порядке А ты такой напрягаешься В себе Не держи в себе Приди поговори И вот есть рецепт Трех форматов Руководителя Самый плохой руководитель Когда команда Играет Футбольная Первый тайм Самый фиговый тренер Что делает Команда проигрывает Он просто орет Вы идиоты Вы газмяс Вы придурки Что вы вообще Творите С матом на них Ну просто как бы Футболисты Программисты Разворачиваются И уходят из компании В этой ситуации Второй фиговый тренер Он говорит Ребята Все хорошо Вы сможете Вы классные Я в вас верю Такие люди такие Проигравшие Побитые В статистике В синякатах Какая-то Неконгруэнность Тоже фигня Третий тип тренера Он что говорит Ребята Вы Первый тайм Просто слили Петров Вот эта передача Прямо никуда Не твоя Не твоя игра Иванов Как бы эти Удары по воротам Выше На три мяча Чем перекладина Тоже не твоя Незащитаны за удары Незащитаны за удары Здесь Здесь И здесь Конкретно Не ваша игра Но вы Команда чемпионов Вы тренировались Я в вас верю Поэтому поехали Вот как бы тоже Не или-или Не или хорошенький Есть такая книжка Рекомендую всем Посмотреть Ее называется Лидеры племя Там очень Найс Руководитель У него такая Волшебная компания Такая атмосфера Да Все так хорошо И у него В чем ваш секрет Как вы это делаете А у него Прямо вот за ним Значит такая шторка Он ее отодвигает Там слоган написан Первое чистое убийство Первое чистое убийство Подобежит Все стадо Поэтому от менеджера Должно пахнуть Смертью В чем-то Но как бы Если у тебя есть Меч в ножнах Тебе не нужно его доставать Ты можешь быть Очень Милым Контактным Но как бы Если меча нет То тоже Есть вопросы Знаю пару руководителей Лично Которым дарили Не сами повесили За собой Одному бейсбольную биту А второму саблю Как-то вот И пахло смертью Да Вроде бы и добрый человек Но все-таки Артефакт Располагает Хорошо То есть Еще раз подытоживая Доверие И контроль Не противоречат Друг другу Существует параллельно И формат Я тебе доверяю Не означает Что я тебе все прощаю Означает Что я готов тебе помочь Я тебе доверяю Но смотреть на реальные результаты Все Да Можно в прозрачной системе Отлично Круто Двигаясь К Ну наверное тоже по формату Людей Есть ли люди Вообще Которые Не созданы для удаленки Можно ли так сказать Здравствуйте я Миша Я не создан для удаленки Можно я пойду в офис Если в офис не пойти В удаленке Все равно нужно работать Есть ли человек Который противопоказан Наверняка есть Ну люди Всякие есть Вот И Я прямо сошлюсь На еще одну хорошую книжку Если вы думаете Что вы такой Которую вам нужно почитать Она называется Гибкое сознание Кэрол Дуэк Она про две установки Установки Установка на данность И установка на развитие Оказывается что есть люди Которые считают про себя Что я вот некий такой Вот уж такой я человек Вот уж как бы Ну вот не созданный я там Для удаленки И это правда тогда Да? Потому что если ты относишься к себе Как к системе фиксированной Ты будешь фиксированной системой Угадайте с двух раз Как люди С установкой на данность Воспринимают любые изменения Что они в них видят? Можно в чатике угадать В чатике угадайте Вот если я думаю Что я вот уж такой Я вот Такие у меня индивидуальные особенности У меня Объясню как бы Отцаря гороха Про то Откуда это взялось В моей семье Как бы да? Вся эта история Про мое детство Как бы про мое Правильно? Угрозу Опасность Да? Второй тип людей И кстати Эта женщина Она прям реально Стояла в основании Трансформации компании Майкрософт Вот в этом скачке Когда да? С 30 баксов за акцию До 300 Они прям вот С этим подходом работали Очень глубоко А второй тип людей Говорит Слушай Слушай Вот Миш Честно Да? Конечно У меня какие-то есть Особенности индивидуальные Да? Но я постоянно меняюсь Я постоянно учусь Как бы сегодня Один завтра другой Постоянно что-то новое приходит Я постоянно Я как бы Я та Та как бы река В которую дважды не войдешь Я постоянно Я живая система И вот если я постоянно Меняюсь Такой подход То Как вы думаете Отношение к Отношение к изменениям Отношение к внешним изменениям Какое будет? Если я Если я переменная Я не констант Я переменная Как будет Я констант к переменам Если можно Начать эти вопросы Прикольно Что-то новенькое Да? Прикольно Как к возможностям Как к чему-то интересному Как к приключению Да? Это история В чем прикол? В каждом из нас Есть две установки Обе Одна собака Тянет в пропасть Другая От пропасти За штанину Какая победит? Та, которую ты кормишь Поэтому Ну, как бы Конечно Если там Действительно У вас есть возможность Ну, работать в офисе Сейчас Как бы, да? Ну, то есть Супер Я про себя такое знаю Я работаю в офисе Такие люди есть Конечно, да? Но у меня есть подозрение Что сейчас мы все с вами Проходим уникальный Иммерсивный курс По мнению Будущего И кто-то будет Дольше говорить Что, помнишь Как я там В ледяковом периоде В мультике Типа Это моя нора Я здесь умру Как бы Да? Если ты так Хочешь То да Кто-то будет В этой позиции Да? Находиться Но Я вижу Что многие люди Они Активно С интересом Учат этим нюансам Как это работает И я думаю Что вот это вот Ну, как бы Будущая там Элита Будущие успешные менеджеры Будущие люди Которые будут Ну, своими руками Делать хорошие вещи Хочется здесь Вытянуть мостик Из Конкретной ситуации С удаленкой На все остальные ситуации То есть Вот эта установка Я такой Не готов меняться Она работает Не только Про офис Она работает На любые Внешние изменения К сожалению Я тут не готов Выдавать рекомендации Что конкретно Делать с такими людьми Там Стрелять из пистолета Считать до двух Или что-то еще Вешать саблю На ковер Но Но если ты не готов Меняться То это касается К сожалению Не только Твоей готовности Измениться В удаленной работе Или в офисной работе Про Про я в это верю Очень Откликается у меня История Что если вы Верите Что у вас получится Если вы думаете Что у вас получится У вас получится Если вы думаете, что у вас не получится, у вас не получится. Примерно та же история. Отлично, хорошо. Есть ли какой-то способ? Ну, сейчас нам приходится нанимать людей на удаленке. То есть мы тут уже довольно давно, сколько полгода, а то и больше, раньше все люди, которые разошлись по домам работать с ноутбуками, офисные товарищи, они были в команде. У них был какой-то заряд, запал, они примерно чувствовали атмосферу, знали друг друга, и вот этот доверие некоторое, он существовал. Сейчас к нам приходят люди, которых мы и нанимаем удаленно иногда. Если рецепт проверить, он наш, не наш? Есть несколько прикольных техник здесь. Такая компания есть, крутая, классная, Goodwood. Смотрите, у них хороший Инстаграм, они прям такие ламповые, теплые, крутые. Они проводят совещание в таком формате. HR проводит совещание с специальным кандидатом по Zoom, по Skype и делает запись этого разговора. Дальше открывается окно возможностей. У всей команды, кто хочет, в ближайшие 24 часа посмотреть это интервью и сказать две вещи. Либо вот так, либо вот так. Если кто-то хотя бы один говорит вот так, то у него спрашивают аргументы, почему так. Если есть аргументы, то человека не берут. И в итоге у команды появляется ответственность за то, что не там нам HR нашел, а это мы взяли человека. И у них очень высокий процент просмотра этих вещей, потому что люди понимают, что дальше нам с ним работать. И дальше, когда мы взяли, например, то это уже наш. Я взял, понимаешь? Я за него тоже поручился. Да, да. И, конечно, команда, она меньше пропускает. Тут culture fit, вот эта история про совместимость культурную. Зеркальные нейроны команды шире, чем только у HR, поэтому гораздо лучше прощупывается человек. А вторая тема, которая тоже работает на даленке, это очень прикольно, есть компания МИФ, Манфер и Гриванов. У них такая штука. Они просто как бы, ну давай поработаем, типа, ну вот, бесплатный срок. И, говорит, очень часто прямо проверяет такая история, что, ну, как бы делаешь, дай задачу какую-то и спринт неделя. Человек приходит, что-то приносит. Если он что-то приносит хорошее, ну, прямо понятно, да, вот. Ну, давай еще пару спринтов сделаем и посмотрим, как дальше, да. Вот. Если он приносит что-то не очень хорошее, то как бы, ну, разбираешь это, помогаешь, ну, если видишь, что в следующий раз он принес хорошее, то тоже все понятно. Вот. Если он ничего не приносит, то все тоже понятно. То есть, два-три спринта, вот просто реальной такой вот работы, да, показывают, сразу человек способен делать в таком режиме или нет. Вот. Это я сейчас очень упрощаю, когда даю такие вот прямо вот, реально, конечно, все HR-метрики, все истории, там, да, с разным тестированием. Вот вся, прямо вся эта астрология, там, некоторые так делают, да, работают, да. Особенно, там, крутой инструмент тоже есть такой в Дубльгисе, такая тема есть. Они делают, у них есть крутая система интервью, где они у человека спрашивают, как бы, рассказать, как бы, несколько историй живых из своей жизни, там, про самую большую ошибку, там, про какую-то победу, про вот, как бы, такие истории из жизни. И у них есть четкий внутренний алгоритм поиска хэштегов или мемов, соответствующих определенным ценностям. То есть, как бы, они вычленяют определенные ценности из этих историй и смотрят, как бы, да, фит по ценностям. Сопадение. Это можно делать, как бы, ну, спокойно совершенно онлайн, потому что, как бы, это все есть именно в структуре языка просто у человека. Слышится очень логично и не очень сложно, если раскладывать, опять же. Если мы превращаем интуитивный найм в какую-то систему, то в целом это можно делать как в офисе, так и в удаленном формате. Хорошо. У меня примерно вот ключевые вопросы, на которые хотелось остановиться, закончились. Может быть, в конце сложно выдать какой-то главный рецепт, наверное, но вот что, чего ты видишь в компаниях, чаще всего требуется сейчас добавить. Вот какой ингредиент относительно перехода на удаленку лучше всего помогает или помог, или компаниям больше всего нужен. Давай я сделаю, как бы, такое резюме и рецепт, и, наверное, приглашение продолжить, как бы, общение. Смотри, что я вижу. Я вижу, что в компаниях есть такие три темы, которые самые востребованные, вот, в последний год. Вот, первая тема – маску на себя. Как вообще, как бы, да, вот, ну, сначала на себя, потом на ребенка, потом на команду, да, то есть как быть не зомби-менеджером, да, а нормальным человеком. Вот, прямо антистресс, антивыгорание, все вот это вот в режиме удаленки очень важная тема. А вторая история – энергия команды. Как, как бы, собирать, зажигать огонь в команде в режиме удаленки. Третья – это такое антихрупкое лидерство. Эджайл в целеполагании. Как ставить цели, с одной стороны, амбициозный масштаб, с другой стороны, очень гибкий корректир. Такое, да, вот, все, что касается такого итеративно-инкрементального управления компанией. Вот эти вот вещи востребованные, эти навыки. Как бы личный эджайл, да, такая страничская суббота. Вот, и в эту тему мы делаем такой бесплатный крутой ивент «От чего к чему?». 21 декабря будет вебинар про «От чего?». Мы переходим, и мы соберем прям все уроки года, все факапы года, все вызовы года, все тренды, которые раскрылись в этом году, да, и сделаем такую личную точку опоры, на что можно опереться, как бы, что дал этот год, о чем стоим, что сильное. И 5 января мы сделаем вебинар парный к этому «К чему?», где прямо поговорим про то, какие тренды важно учесть, и как простроить свою личную стратегию движения в 2021 году. Если это интересно, то там можете Филипп Гузенюк загуглить, и вторая ссылка – это мой Инстаграм. Зайдите, вся информация там, можно продолжить беседу. У меня есть две ссылки на проект «Дело года» и на проект «История силы». Я сейчас брошу их в чатик, можно по ним перейти и детально поизучать. Так, вот тут пара ссылок есть, я думаю, что по ним можно найти. Но вообще, правда, Филипп Гузенюк и выдача поисковых систем очень близко к тому, о чем мы сейчас говорили. Очень близко к Филиппу. Филипп, спасибо тебе огромное. Мне кажется, что это очень классные, интересные рецепты. Еще одна большая прелесть этих рецептов в том, что они не космически сложные. Там, возьмите рычаг, переверните там Землю. А они очень практичные и просто применимые. В каждой компании вот такое маленькое правило, которое меняет либо отношение твое, либо отношение сотрудников, либо действительно переворачивает взгляд на им или на совместную ответственность на что-то, что сейчас прямо происходит в компании. Спасибо тебе большое. Михаил, спасибо, коллеги. Всего доброго, хорошего дня. Я вас оставляю. Пока. Счастливо. Так, друзья, мы говорили о том, что у нас сегодня две части эфира. Первую мы поговорили. Да, можно смело, Филипп, я думаю, что видит еще чатик, можно нарисовать ему большое спасибо и себе оставить на листочке в бэкграунде, в блокноте, где вы храните какие-то интересные идеи, к которым нужно прийти. Что-то классное, что вы возьмете к себе внутри компании. Так, двигаясь ко второй, хочу показать вам инструментарий. Собственно, мы поговорили, как целеполагание выстроить, как общаться, что же с точки зрения инструментов. Я сейчас на слайдах покажу некоторые моменты, которые внутри Bittrex 24 есть, которые с точки зрения инструментов помогают выстроить коммуникацию, выстроить работу, сделать прозрачную систему для того, чтобы все одинаково ее понимали, и для того, чтобы было такое большое подспорье для удаленной работы. Про четыре блока сегодня я пробегусь. Про компанию на удаленке, про управление, про эффективность, про постановку задач и контроль этих задач, про прозрачную систему. Чуть-чуть поговорю про автоматизацию. Надеюсь, коллеги потом продолжат этот разговор. И поговорю про клиентов, которые тоже на удаленке, и с ними немножко по-другому мы выстраиваем свои отношения. То есть это про клиентов, про продажи. Итак, пробегая достаточно быстро, мы про дистанционную работу, когда говорим, внутри Bittrex 24 есть достаточно большой блок, посвященный организации работы в компании. Это и коммуникация, и документы. Это коммуникация быстрая, и коммуникация для обсуждений. Это рабочие группы, в которые мы собираемся для того, чтобы что-то сделать, показать результат по конкретному проекту или направлению. Есть часть, относящаяся к сотруднику, как сотрудник, представленный внутри компании, и что компания, какую атмосферу действительно компания передает и создает. Про такой виртуальный офис. Сейчас чуть-чуть подробнее про эти инструменты, которые есть внутри, которые на предыдущем слайде были просто кружками. Говоря про коммуникацию, конечно, мы говорим про быструю коммуникацию. Все мы в чатах, некоторые из нас корпоративных, некоторые нет. Против некорпоративных чатов говорят там разные истории. Когда человек ушел из компании, не ушел из чата, и из этого возникают некоторые неловкости, если мы так мягко можем формулировать. В чате нет всей команды, условно, в внешнем чате. Ты должен найти телефон сначала сотрудника, добавить его к себе, и потом написать ему, или как это по нику узнать. Когда мы говорим про корпоративный инструмент, корпоративный чат, это, конечно, вся структура компании, вся информация внутри контура компании, даже чувствительная информация, она находится здесь, там поиск по этому чату и удобный доступ к нему. Вот здесь на картинке есть мобильный телефон, то есть это мобильное приложение для iOS, для Android, и есть картинка десктоп-приложения или браузера на рабочем компьютере, либо в десктоп-приложении, либо в браузере. Быстрый чат, к которому мы привыкли с передачей и голосовых сообщений, в том числе, если у вас в компании такое принято, с передачей текстовых сообщений, картинок, файлов, много-много всего интересного. Для создания такого общего виртуального офиса, как мы часто говорим, мы перешли из оффлайна в онлайн, и нам нужно эту атмосферу поддержать и рассказать, как движется компания, какая информационная повестка. Мы называем это живой лентой и показываем, что такая персонализированная живая лента по аналогии с соцсетями есть у каждого сотрудника. Если он в каких-то рабочих группах участвует, или ему персонально написали сообщения, или написали на всех сотрудников, он видит это в живой ленте. Это позволяет обсудить вопрос, достаточно быстро обсудить вопрос, не собирая какое-то отдельное совещание. Ты закинул идею, быстро ее обсудил. Мы сегодня приводили пример про то, что руководитель компании может записать голосовое сообщение раз в неделю, в две недели. Или видеообращение. Пожалуйста, вот оно, видеообращение. Мы записали его. Прямо из браузера это делается. Нажимается кнопка «Начать запись». Ты записываешь «Закончить». Предельно просто, без лишних инструментов и монтажа. И вот оно такое живое послание от руководителя либо к отделу, либо ко всей компании есть. Вы слышите его, видите живого человека, который делится реально ценной информацией, исходящего от первого лица. Если у вас руководитель, генеральный директор готов к этому, это прям классная история. Очень рекомендую такие послания. Но вообще в живую ленту собирается все, что происходит вокруг тебя и тебя касается. Работа с документами сильно показала, как у вас настроены процессы на удаленке. И если документы в электронном формате раньше можно было только внутри корпоративной сетки достать, или вообще в электронном формате половины отсканированных документов и не было, то кажется, что постепенно мы к этому добрались. Если у вас еще процесс не завершен, то, пожалуйста, посмотрите, что, конечно, электронные версии документов намного проще, удобнее печатных. Это касается и бухгалтерских электронных документов, и внутренних документов. Тут должно быть единое хранилище, к которому вы имеете доступ из разных совершенно точек. В нем должны быть настроены права доступа, версионы, для того, чтобы это было правильно, и этим можно было нормально пользоваться, чтобы версии не перетирались, если можно было откатиться на шаг назад, например. Называется внутри BITREX24. Это BITREX24 диск. Он доступен всем сотрудникам. Там есть формат диска для всей компании. Общий диск, там лежат общие документы. Есть персональный диск, и есть диски по конкретным рабочим группам. Такие папки, к которым вы постоянно имеете доступ. Естественно, инструмент календари. Тут все с ними понятно. Я, наверное, детально останавливаться не буду. Это удобные календари, которые синхронизируются и с компьютером, и с мобильным телефоном. Там удобно назначать встречи, легко искать время, которое доступно всем. И, конечно же, планировать свое время на удаленке, но лучше всего через календарь, чтобы не дергать каждого через чатик, скажи, можешь ли ты завтра в три. Пожалуйста, посмотрел в календарь, добавил такое событие, если оно нужно. Про рабочие группы я немножко уже сказал. Это возможность сделать еще одно пространство общее для какого-то проекта. Для того, чтобы вы в это пространство выкладывали новую информацию, то есть вы сделали пост, смотрите, что происходит. Вы сделали документ, положили это в рабочую группу. И вообще это очень удобный формат, когда вы добавляете нового человека внутрь какого-то проекта. Допустим, полгода идет проект, пришел новый сотрудник, и его нужно погрузить в проект. Что происходит в проекте? Если мы в оффлайне часто говорили, спроси у Сергея, спроси у Марины, они тебе все расскажут, и человек приставал к кому-то из них, и говорит, ну как там вот это, а как здесь, то в формате рабочей группы, и удаленке особенно, ты можешь добавить просто человека в рабочую группу, он приходит, изучает ленту, что зачем происходило, какие решения были приняты, как они обсуждались, какие аргументы. Он видит файлы, приложенные к этой группе, он видит календарь, если необходим календарь этой групповой работы, например, в марте мы делаем одно, в апреле второе, и финал проекта у нас ближе к декабрю. Вот они этапы. Там есть внутри задачи, мы про них еще поговорим, какие задачи есть у кого, кто что делает внутри этого проекта, и какая его роль, нового сотрудника, или старого, просто подключившегося к этому проекту, внутри всего проекта, всей проектной команды, всего проекта. Очень классный инструмент, который вот тоже очень простой, но очень здорово работает, называется рабочие отчеты. Мы настраиваем это для всей компании, для каждого в отдельности мы говорим, этот отчет появляется с определенной периодичностью, раз в неделю, раз в месяц, раз в день, разным сотрудникам или разным отделам можно такие диапазоны отдельно настроить, и всплывающее окно говорит, расскажи, пожалуйста, своему руководителю непосредственному, чем ты занимался в предыдущий период времени, например, в предыдущую неделю. Туда попадают данные из календаря, вот на незакрытые встречи автоматом добавились, там события есть, туда попадают задачи, которые ты завершил из плана рабочего дня, то есть ты на день тебе накидывал какие-то задачки в верхнее меню, закрыл их, они тоже сюда попали. И сюда текстом дописываешь то, что не вошло. А еще я занимался этим, этим, этим и этим. Там есть еще одна классная закладочка «План», если вам видно детально, но если не видно, просто скажу голосом, что есть отдельная закладка, называется она «План» и отчет. В отчете ты говоришь, что ты сделал, а в плане ты говоришь, что я буду делать на эту неделю, например. Это здорово структурирует тебя, задает тебе рамки и фокусирует, вот чем я буду заниматься, и по этим целям мне нужно в конце недели отчитаться. Поэтому я на них и работаю, не отвлекаюсь на текучку, ну, меньше отвлекаюсь на текучку, а работаю по этим целям. Позволяет структурировать, а руководителю позволяет понимать, чем сотрудник занимается. Очень простой, но очень полезный инструмент, который выстраивает системную работу и для сотрудника, и дает понимание для руководителя, как выстроена эта работа у сотрудника, успевает он, не успевает, что за результат. Есть, конечно, структура компании, в основе, на самом деле, всей компании лежит ее структура, и как вы ее выстроите, вот здесь пример такой компании, у которых несколько отделов, с подотделами, она распространяется и на, например, задачи, то есть руководитель видит задачи своих подчиненных, эта структура доступна всегда, то есть если ты приходишь в компанию, ты можешь посмотреть, как она устроена, кто персонально, где есть, можно зайти в карточку персонально к каждому человеку и видеть, как живет компания, если она меняется, то как меняется компания. Вот она, карточка конкретного человека, называется она у нас профиль, в профиле есть ключевые данные по сотруднику, их можно заполнить самостоятельно, например, либо вы там делаете общую фотосессию, исполняете фотографии, какие-то поля можно сделать обязательными или необязательными, туда подтягиваются благодарности. Мы выражаем сотрудникам на протяжении всей работы человека спасибо или благодарность за какое-то действие, за какое-то дело. Эти благодарности собираются у него, прям если сотрудник давно работает, то у него такой большой посложный список, вот вся грудь в медалях, они не на груде, чуть пониже по фотографии, но и ключевые данные поля, которые про сотрудника нужно знать, кто он по должности, какие интересы у него есть, ну, те поля, которые необходимы для того, чтобы понять, что за человек. Это полезная история. Через весь портал проходит умный поиск. Что такое умный поиск? Мы индексируем все содержание портала, учитывая, конечно, права доступа. Если вы каким-то документом права доступа не имеете, они вам в поиске не покажутся. Но вообще все, что находится на портале, индексируется системой. Если вам нужно что-нибудь найти, то, пожалуйста, это легко сделать. Через самую верхнюю строчку вы набираете какое-то ключевое слово, которое отличает данный документ или данный пост от остальных, и можете это найти. Если просто нужно пост найти, там есть фильтр серьезный, кто кому написал, когда, кто отправитель, кто получатель, что в тексте было. То есть можно тоже искать совершенно спокойно. Огромный блок, огромный в плане очень интересный и познавательный про бизнес-процессы. Вот мы говорили в первой части с Филиппом, что эта компания переходит на удаленку, это обнажает ненастроенные процессы чаще всего. И вот здесь, как только вы их увидели, вы их начинаете автоматизировать. Это большой плюс перехода на удаленную работу. Она действительно делает вас сильнее, лучше в качестве компании, эффективнее. Вы эти процессы настраиваете, и многие процессы можно запустить по какому-то маршруту. Начинается голосование простых заявок на, условно, на канцелярию или на новый стул, который вам нужно купить домой, потому что дома, ну, не тот стул, а из офиса вроде бы не забрать, хотя можно и забрать. Заканчивая сложными документами, согласование договора, когда нужно несколько голосов, они по определенному принципу должны проходить разные инстанции, там возвращаться обратно или что-то еще будет происходить. Пожалуйста, это все можно настроить. Это история с бизнес-процессами. Вот здесь лучше всего, конечно, обратиться к коллегам. Они сейчас в чатике есть, если есть сложный вопрос, можно написать, коллеги попробуют подсказать, или потом после вебинара можно обсудить с ними, можно ли оцензировать вот такой вот сложный процесс. Чаще всего ответ можно, там нужно посмотреть, как это сделать. Лучше всего, конечно же, процессы выстраивать логически для того, чтобы не отвлекаться на решения каждый раз. Они идут по заранее запрограммированному сценарию и сильно помогают. Я уже говорил про десктоп-приложения, да, и мобильное приложение. Десктоп-приложение позволяет вам общаться в чате, синхронизировать документы, и вообще можно в этом же окне десктоп-приложения открывать браузер, если вдруг политика безопасности предполагает, что каждому нужно выдавать разрешение для крупных компаний. Сейчас детально не буду останавливаться, если интересно, спросите. Вот оно, мобильное приложение, которое тоже доступ к информации дает. Теперь, наверное, история про эффективность. И я тут хочу с вами немножко подискутировать такой интерактив. Смотрите, если говорить про разные сотрудников, то эффективность у них замеряется немножко по-разному. Давайте попробуем понять, каким образом замеряется эффективность у продавцов. Бросьте, пожалуйста, в чатик варианты, как понять, что продавец молодец. Я подсматриваю внимательно в чатик. Можно там не длинно писать, можно каким-нибудь одним словом. Как вы понимаете, что продавец хорошо работает? Можно спарить в воронку, можно спарить по закрытым сделкам, по количеству сделок, по выполнению KPI, каких-то данных у продажника, статистика продаж. Под статистикой продаж мы имеем в виду сами продажи, то есть деньги на счету. Выполняется ли план по сумме, например, деньги на счету. Один из самых частых ответов на разных мероприятиях это продавец молодец, когда он принес деньги в компанию. Вроде бы все просто. И так большинство компаний, к сожалению, оценивают продавца. Сейчас объясню, почему я употребил слово «к сожалению». Потому что для того, чтобы влиять на эту продажу, то есть если продавец молодец, то все отлично. Если вдруг его результат не очень устраивает вас, да и его самого, нужно каким-то образом влиять на этот результат. Если вы контролируете только конечную точку, то влиять на весь процесс не получается. Поэтому, конечно же, нужно контролировать более детально, более глубоко то, что делает тот самый продавец. Вот тут коллеги писали уже в чатике, что это, например, воронка. Мы смотрим на воронки, в каком моменте клиенты теряются, где конверсия с одного этапа воронки на следующий низкая. И разбираемся, почему. Если нам нужно посмотреть, почему конкретно-то, мы можем послушать звонки или посмотреть коммерческие предложения, или замерить время, через какое менеджер высылает то самое коммерческое. Может, он пропадает на неделю, и это не так, как нужно делать. А мы еще можем попросить автоматику следить за этим процессом. То есть мы должны погрузиться более глубоко в процесс, который есть у каждого менеджера. Это CRM-система. Я про нее сегодня детально рассказывать не буду. Покажу ключевые моменты. Первое, что нужно обязательно сделать, когда мы говорим про продажи внешним клиентам, это, конечно, завести все коммуникации внутрь CRM-системы. Не должно быть такого, что менеджер где-то как-то общается и CRM про это не знает. Это классические каналы, телефоны, почты, это современные каналы, мессенджеры, социальные сети. Все это можно завести внутрь CRM-системы, и должно быть так, для того, чтобы мы, как владельцы бизнеса, как люди, которые контролируют этот процесс, считали точно, сколько входящей информации, и исходящей в том числе, есть, что менеджер делает. Система сама подсказывает, к чему нужно обратить внимание. Есть такая система счетчиков у нас, где у каждой сделки, по которой должно быть действие, может загореться счетчик. Он загореться в тот момент, когда менеджер пропустил срок, то есть обещал выслать кафе в четверг, не выслал его, либо, когда дело не запланировано, то есть есть сделка, по которому следующего шага нет. Это неправильно, поэтому мы, скорее всего, не сделаем такой следующий шаг, и система подсказывает, запланируй следующее действие, чтобы сделка состоялась. Когда мы говорим про повторные продажи, есть несколько инструментов, я покажу только один, называется генератор повторных продаж, мы работаем с собственной базой, мы делаем из нее выборку, говорим, ребята, смотрите, у нас скоро акция, и мы хотим выбрать всех клиентов, которые, и там дальше какое-то условие, которые находятся в Петербурге, и хотим их прозвонить. Вот, пожалуйста, мы выбрали, и дали задание менеджеру прозвонить их. Есть разные способы, как до них можно добраться, написать письмо, поставить в планах звона, сделать им смс, рассылку или что-то, и кого конкретно можно выбрать, тоже есть разные варианты. Называется это генератор повторных продаж, мы работаем с собственной базой, формируя повторные продажи. Очень рекомендую на нее посмотреть. Вообще, аудиторию можно внутри сегментировать, конечно же, и мы сегментируем ее по-разному, на статические и динамические сегменты. Опять же, сейчас глубоко очень не вдаюсь в этот процесс, но мы можем сформировать какой-то список клиентов, сейчас в качестве примера, у которых есть домашние животные, которые живут в Усть-Каменогорске. Пожалуйста, мы сформировали такой список, и опять же, что-то с ним сделали, поставили его на обзвон, сделали им общую рассылку, что, ребята, сейчас специальное предложение для тех, у кого дома шерсть, вот специальный пылесос. Пожалуйста, если у вас в базе есть отметка, что у семьи есть домашнее животное, вы совершенно спокойно этим можете пользоваться. Ну, сценарии разные, я думаю, что каждый примерно понимает, про что речь. Конечно, в сервисистеме есть аналитика, мы можем заглянуть в конкретную карточку менеджера и послушать его звонок, например, или посмотреть переписку в чате, а можем в статистике увидеть, что происходит. Вклад менеджера в общие продажи. Вот на 3% конкретный менеджер от общих продаж продает, а этот на 12%. В чем разница? Давайте смотреть глубже. Ну, и по разным срезам делать такую аналитику. Причем делать эту аналитику не только по конкретным продажам, но и связывать эту аналитику с маркетингом. Мы видим, какой трафик поступил к нам в CRM-систему, и CRM знает, какой трафик закончился продажей. Тут ключевое отличие. Чаще всего маркетинг знает стоимость привлечения нового лида. Сколько стоит заявка, которая пришла в компанию? Например, 300 рублей. Но маркетинг чаще всего не знает, завершилась ли эта заявка продажей или нет. Вот в случае с сквозной аналитикой, это полная цепочка, когда мы понимаем, какой трафик дает не заявку, а продажу. Пожалуйста, тоже внутри CRM-системы можно это увидеть. Про CRM-блог можно много говорить. Сегодня не цель. Прямо я хотел показать, что на удаленке, почему про эти процессы мы говорим, потому что на удаленке очень важно эти процессы выстроить. Если у вас есть продажи, а скорее всего они у вас есть, то они должны быть из любой точки совершаться достаточно спокойно. Если личные встречи мы можем заменить на встречи в Zoom или в видеосвязи любой совершенно, пожалуйста, человек может сидеть у себя дома, но процессы выстроены. Как контролировать это, человек мы совершенно спокойно понимаем. Так, друзья, очень много вопросов в чатике я вижу про запись. Давайте я голосом скажу, что запись есть. Специально ничего для этого вам делать не нужно. Мы, как только запись конвертируется, пришлем ее на вашу почту. Можно специально не писать, не напоминать. Мы сделаем это автоматически. Будет письмо, и оно придет вам вместе с записью этого вебинара с рекомендациями от партнеров, с бонусами и плюшками, которые коллеги приготовили. Поэтому специально ничего не нужно делать здесь. Так, значит, мы разобрались с продажами, что нужно делать. Теперь давайте смотреть еще один блок, еще одна категория людей, которые внутри компании находятся. Это клиентская поддержка. Люди, которые поддерживают клиентов. Давайте тоже пофантазируем, как же контролировать, ну, или как оценивать вообще их. Вот они поддерживают наших клиентов, отвечают на вопросы, которые входящие появляются разные. Как мы оцениваем, они молодцы или не молодцы. Тоже воспользуемся методом чата, напишем туда, как понять, что ваша поддержка отлично справляется. Так, вижу, что набор текста нестремительный, поэтому давайте я там перелесну на ответы, которые я придумал. Да, а пока появляются те ответы, которые вы пишете. Классическая история про техническую поддержку – это мы контролируем объем работы. Мы говорим, человек должен обрабатывать не меньше 30 запросов в день. Вот их всего там очень много. У меня есть определенное количество сотрудников. Они должны справляться. Вот он объем обработанных количеств сообщений. Так можно? Да, можно, конечно, поставить такой KPI. В день должен обрабатывать сколько-то сообщений? 100 сообщений, 30 сообщений. Здесь, конечно, есть побочные эффекты у каждого из этих метрик, поэтому мы их сочетаем. Побочный эффект метрики объема работы, что если вы поставите только одну метрику объема работы, то человек будет стремиться просто закрывать это обращение, и все. Если мы поставим следующую метрику, которая тоже важна, скорость работы, то человек будет стремиться побыстрее дать ответ, иногда не разобравшись детально в проблеме. А есть еще одна метрика удовлетворенность. Когда мы спрашиваем по результатам консультации в телефоне или в чате, скажите, насколько вам общение с нашим консультантом показалось комфортным, отвечает вашим ожиданиям. И человек так ставит такую оценку. Вот сочетание этих метрик чаще всего дает более-менее объективную картинку. Ну, если мы грубо смотрим на такую поддержку не очень профессиональную, небольшую, не как отдельное подразделение компании, а как несколько сотрудников. Так, пожалуйста, можно будет. Так, что есть из инструментов внутри BITREX24? Пожалуйста, мы завели все каналы внутри техподдержки, внутри CRM-системы, и мы видим статистику по этим каналам. Вот столько приходит к нам из одного канала, из второго, из третьего. Мы видим, как операторы отвечают. То есть среднее время реакции примерно такое, мы можем его замерить, можем его посмотреть. Есть ли удовлетворенность? Да, есть. Мы можем посмотреть, насколько клиенты удовлетворены такими отчетами. Пожалуйста, и общую нагрузку, и удовлетворенность, и разные каналы, и вот разная-разная статистика. Пожалуйста, вы ее видите перед собой, можете мониторить и объективно оценивать, как ваша поддержка справляется с объемом нагрузки и с качеством консультирования. Тут все окей. Дальше мы идем. Вроде бы первые примеры были такие достаточно простые, понятные метрики, понятно, как оценивать. Теперь мы добираемся до офиса, части, которая к удаленке больше всего относится, которая больше всего на нее перешла, и мы говорим, вот те ребята, которые работают не по метрикам, которые решают задачи сформировать новую рекламную кампанию. Ее нужно просто сделать. Запустить новое направление, подготовить коммерческое предложение или сделать какой-то расчет. Что им делать, как их замерять, как замерять их эффективность. Тоже не буду сейчас вас спрашивать, расскажу свои мысли по этому поводу, как можно это контролировать, что можно вообще исследовать и ставить человеку в, ну, такой KPI, будем так называть. Первое, это исполнительная дисциплина. Мы не должны терять задачи по дороге. Вот если вы помните тот случай, когда вы работали без системы, я надеюсь, сейчас это не так, вы работали без системы, там, постановки, контроля задачи. Задачи ставились где-то, ну, где-то везде, иногда в почте, иногда голосом, иногда по телефону, иногда в коридоре, иногда там где-нибудь в каком-то чатике, сделай, пожалуйста. По статистике, огромное количество таких задач, там, до 40% просто не выполняется. Потому что человек или забыл записать, или забил записать, не записал, или сам решил, что делать это не нужно. И, соответственно, там, не сделал задачу к какому-то времени конкретному, или вообще ее не сделал. А в ситуации, когда задач больше, чем человек может решить, а это у нас сплошь и рядом, вы ему доверяете, сделать такой выбор. То есть вы этот выбор не то, чтобы доверяете ему сделать, а перекладываете на него. Вот у тебя 10 задач, ты можешь решить 5. Сам реши, какие решить, а какие нет. Какие выполнить, какие можно отложить. Человек обычно решает те, которые ему понятно, как делать, и которые попроще. Соответственно, задачи стратегические или посложнее часто оказываются у нас за бортом. Допускать этого не нужно. Почему мы говорим про общую прозрачную систему? Потому что и ты, и твой сотрудник, и твой руководитель должны видеть, что ты сейчас делаешь. Приоритеты вы расставляете вместе, ничего не забываете и по этим задачам очень просто проконтролировать. Вот мы с Филиппом говорили в первой части. Доверяю ли я? Конечно, доверяю. Готов ли я помочь? Конечно, я готов помочь. Как прозрачно посмотреть, сотрудник выполняет свою функцию или нет. Вот задача, она выполнена или не выполнена. Вот вторая часть, она предельно простая и очень здорово решается прозрачности системы. Поставлена задача, есть ее выполнение. Если мы видим, что один сотрудник отлично с этим справляется, круто, он молодец. Если мы видим, что другой сотрудник хорошо общается, улыбается, на совещаниях жжет, но работу свою не делает, тогда тоже мы такой вывод совершенно спокойно делаем. Вот она, исполнительская дисциплина, качество работы, соблюдение сроков, ну и такой социальный контроль. Про социальный контроль отдельно скажу, что он в офисе присутствует, когда мы друг другу в глаза смотрим и на общих совещаниях, например, рассказываем, что из-за того, что там Петя с Мариной не выполнили свои задачи, проект сдвинулся. И тогда, да, конечно, не очень здорово Петя с Мариной сидят потупив взор, а на них остальные коллеги смотрят и говорят, ребят, ну так нехорошо. Обычно мы по факту об этом узнаем. Если мы говорим про прозрачную систему, даже на удаленке и в офисе в том числе, мы имеем возможность посмотреть на общие задачи проекта. Вот их 15, вот две из них, от которых зависит следующая. И Петя с Мариной их уже не делают. И по факту мы не в конце месяца узнаем, что они не сделали, а мы в середине видим, что движения по задаче нет. И вот этот социальный контроль, в который могут прийти те же самые сотрудники, в задачу и спросить, ребят, а там что? А там помощь нужна? А там мы движемся? Мы успеваем, мне планировать свое время дальше. Он очень здорово работает. Значит, здесь нет никакого цифрового KPI, если вы заметили, нельзя сказать, что человек, выполняющий пять задач, молодец, а тот, который выполняет две задачи, не молодец. Потому что это такая экспертная оценка руководителя. Пять задач могут быть очень простые, а две очень сложные. И вот здесь сам постановщик задачи или руководитель человека определяет, насколько он хорошо выполнил свою работу, даже если он работал над двумя задачами, но они были там, не знаю, открытие двух новых направлений, и он их сделал, то он классный и молодец. А если он сделал пять задачек, там расщелкал их и больше ничего, то там система автоматически не может по цифре выполненных задач понять, хорошо там или плохо. Поэтому, конечно, экспертная оценка руководителя здесь очень нужна. Задачи внутри BITREX24 в разных форматах представлены. Классный большой инструмент, один из самых используемых у нас внутри системы BITREX24. Рано или поздно любая компания приходит к инструменту постановки и контроля задач. Рекомендую вам на него посмотреть. Разные форматы работы, методика Ганта, быстрые форматы, формат agile или скрама, пожалуйста, вот комбан вы только что видели. Задачу просто поставить, задачу легко проконтролировать, они действительно прозрачны, находятся в одной системе, там есть разные роли, ты постановщик, ты исполнитель, ты наблюдатель в этой задаче. Если задача в группе, в каком-то рабочем проекте, то к ней чаще всего имеют доступ все остальные. Вы настраиваете внутри проекта. Ну, это вот такая прозрачность, то есть каждый из этих блоков, про которые мы на предыдущих слайде поговорили, он внутри Bittrex 24 отражен, тут тоже есть счетчики, как внутри CRM-системы, которые подсказывают, что с задачей. Нужно к ней сейчас прямо бежать и там что-нибудь делать или нет, она там в рамках срока примерно находится. У нас есть такой показатель, мы называем его эффективность, вот эта конкретная цифра, уже про нее чуть расскажу. У каждого сотрудника есть процент эффективности. Что это такое? Это процент выполненных задач без нарушений. Если у меня 100 задач, из них вот 18 я по срокам не уложился, то значит моя эффективность 82%, как нарисовано здесь, ну, вот в таком простом формате. Это очень простой показатель, но как все простое, он позволяет сделать первое и самое важное. Сфокусироваться на том, чтобы ты вовремя выполнял задачи и с этим инструментом активно работал. Пожалуйста, используйте. Ну, и еще одна категория людей, про которую скажу достаточно быстро, есть в компаниях люди, которые, ну, я называю их часовые. Часовые – это люди, которые работают по часам. Значит, их результат деятельности – это отработанные часы. Это программисты, это консультанты, это те люди, которые, ну, продают свои часы, либо вы продаете их часы дальше. Соответственно, внутри Bitrix24 в задачах есть ресурсный учет. Вы можете планировать, сколько часов должна занять такая задача. По факту смотреть, сколько заняла. Исполнитель нажимает кнопку «Я начал, я завершил задачу». Пожалуйста, мы все это считаем на три системы и в виде готовых отчетов, либо в формате «Зайти в задачу посмотреть», предоставляем это. Я обещал вам чуть-чуть сказать про автоматизацию процессов. Почему чуть-чуть? Блог на самом деле огромный, но внутри Bitrix, внутри вебинара мы про него сильно много не говорим. Оставляем на сладкое. Когда будете с партнерами разговаривать, общаться, поговорите, пожалуйста, про автоматизацию процессов. Там много интересного лежит. Так, есть у меня небольшое видео, которое я хочу вам показать, чтобы как-то сменить картинку с моего голоса и слайдов на роботизацию процесса. Покажу вам интерфейс Bitrix 24, посмотрим, как роботизация процессов, автоматизация, может выглядеть вкусно внутри. Он без звука, поэтому я его чуть-чуть покомментирую. внутри интерфейса Bitrix 24 мы выбираем по какой воронке какой процесс пойдет. Тут, соответственно, есть несколько вариантов. Мы говорим, давайте мы поработаем со счетом. Мы к счету добавляем поля, которые необходимо заполнить. То есть каждый сотрудник, которому мы дали такие права, запускает счет. Он должен заполнить в этом счете реквизиты, он должен приложить файл самого счета, скан, например, и этот счет должен пройти по определенной цепочке. Вот сейчас мы такую цепочку на видео сформировали. Сколько стадий есть у этого счета? Мы его запостили, его одобрил руководитель, он пошел в бухгалтерию. Кто из сотрудников может на каждой стадии его одобрить или отклонить? Мы тут выбираем несколько человек. Мы можем выбрать их из структуры, из отдела юридического, например, кто-нибудь из юридического отдела. А можно сказать конкретного человека. Только этот человек может пропустить дальше такой документ. Тот, кто занимается оплатами, допустим, у нас в компании один. Вот мы его одного выбрали, и на конкретной стадии только он может что-нибудь сделать. Соответственно, каждая заявка, которая у нас есть, попадает в этот канбан, в такой визуальный, и мы видим, как эти заявки двигаются между разными стадиями. Если они где-то зависли, то мы прям всех их видим в едином интерфейсе, когда они на одной стадии и дальше не идут. Ну, и там уже дальше какие-то внутренние инструменты. мы можем подергать человека, что смотри, там, давай сделаем так, чтобы заявки рассосались вот с этой стадии на все остальные. Или мы видим, что один человек не справляется, но вообще это инструмент, который позволяет очень многие внутренние процессы в достаточно простом интерфейсе, понятном интерфейсе, запустить и контролировать, что происходит с твоей заявкой на оплату счета, например. Оплата счета один из достаточно простых примеров. Говоря про задачи дальше, есть инструмент автоматизации задач, это шаблоны задач, например, которые по расписанию могут работать. Тоже, если у вас есть регулярные задачки, они точно есть, там, отчет в каждый период времени или открытие, там, нового формата каждый месяц, либо акция, которая у вас запускается постоянно. Пожалуйста, задачи по шаблону можно совершенно спокойно ставить. У нас внутри компании тоже шаблонных задач много. Например, мы делаем ивент, и он примерно одинаково по задачам расписан. Мы ставим число, и дальше вот этого ивента есть, там, сделать рекламную кампанию, запустить рассылку, завести какие-то формы, забронировать ресурс, поставить что-то в календарь, и, пожалуйста, эти задачи автоматически ставятся, чтобы вы каждый раз не набирали. В задачах есть роботы, которые за вас делают разные интересные действия. Опять же, там, оставлю это чуть-чуть на потом на общение с коллегами-партнерами, чтобы посмотреть, что полезного можно сделать в рамках вебинара не рассматривая. Такие же роботы и триггеры классно есть в CRM. Там еще больше интересных сценариев. Они могут помогать менеджерам, делать за них какую-то часть работы, брать на себя функции контроля, или, там, делать совершенно чудесные вещи для клиентов, когда вы сделали рассылку, и все, кто перешел по ссылке в этой рассылке, например, на ваш сайт, они сразу же автоматом перевелись в следующую стадию, и им пришло, там, новое письмо, или позвонил менеджер. Выглядит как магия, то есть промониторить, там, прочитал письмо человек или нет, или перешел по ссылке или нет. Просто технология, которая очень помогает внутри продаж. Ну, и про клиентов на удаленке, наверное, покажу вам вот еще такую историю. Поскольку мы все перешли в удаленный формат, это касается не только работы, но и обычной нашей жизни. Мы мало ходим в оффлайн-точки. Если у вас был оффлайн-бизнес, то наверняка сейчас у вас как минимум параллельно оффлайн и онлайн. А может быть, вы совсем переехали в онлайн. И вот, говоря про онлайн, чтобы конверсия сохранилась, нужно все делать, ну, вот, не выходя из одного интерфейса. В одном мессенджере условно. Если человек пришел к нам ногами в прошлой жизни, вот такой водораздел, да, прошлая жизнь, эта жизнь. Если человек пришел к нам оффлайн-точку, то ему уйти сложно в оффлайне. А в онлайне очень просто. Он закрывает вкладку и идет на следующую. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы человек пришел к нам, и дальше мы его не перебрасывали ни по каким ссылкам, там, оплати счет вот здесь, посмотри каталог вот здесь, прямо в чате. Мы можем сделать так, что человек, не выходя из чата, получает и информацию товара, и оплату совершает. У меня тоже есть маленькое видео, вот теперь, по-моему, оно будет со звуком, и я чуть-чуть сменю свой голос и свою картинку. Смотрим, друзья. Есть такое ощущение, что я чуть-чуть подманул вас по поводу голоса, но по поводу картинки я совершенно точно сказал. Так, смотрите. Вот, давайте немножко тоже комментарий к картинке моим голосом все-таки, если звук у нас здесь не работает. Мы видим два девайса. Первый девайс клиентский, это мобильный телефон. Второй, это рабочий стол менеджера по продажам или человека, который занимается продажами внутри. В интерфейсе у клиента внутри мобильного телефона какой-то чат, он зашел к нам через Facebook, ВКонтакте, там, Telegram или еще откуда-то, и говорит, а есть у вас такой-то товар. Мы ему выбрали ссылку и отправили. Он говорит, хорошо, а как можно оплатить? Мы выбрали ссылку из каталога и отправили. Он говорит, окей, я согласен, готов оплатить. Пришлите мне, пожалуйста, ссылку на оплату. Мы говорим, хорошо, посмотрите, какие способы оплаты есть, какой вам нужен. Говорит, ну могу Сбербанком. Мы ему говорим, хорошо, вот вам ссылка, оплатите удобным для вас способом. Он нажимает на соответствующую иконку, оплачивает тем инструментом, который удобно. Мы у себя в CRM-системе видим, что оплата прошла. Прекрасно, мы говорим, хорошо. И там же, в этом же чате, если у нас есть интеграция, например, с Яндекс.Такси, мы ее подключили, то мы можем даже и доставку дальше отправить. Так. Здесь счастливый финал уже близко. Да, там два кубика, оплата, человек нажимает на кнопки, и все у него красиво, здорово происходит. Так. Возвращаемся к презентации. Еще раз прошу прощения, что голос мой постоянно и не меняется, но примерно такой формат. Так. Если вдруг вы занимаетесь электронной коммерцией, которая, ну, вот в рамках чата не укладывается, у вас интернет-магазин, который большой, серьезный и классный, то вот еще один тезис под завершение готов вам рассказать. Есть бизнес, который может существовать без сайта, но с CRM-системой. Например, вы работаете исключительно в социальных сетях и весь трафик у вас оттуда. Сайт вам не нужен, вы продаете понятный товар, который на картинке в Инстаграме можно показать, и вот на этом замыкается круг. Все там. Сайт не нужен, CRM-система, конечно, нужна. Нет бизнеса, где есть интернет-магазин, но не нужна CRM-система, потому что мы все нацелены на повторные продажи. Даже если цикл продажи у вас год, два или несколько лет, все равно мы собираем базу клиентов, ищем, что еще мы можем им продать, как совершить им повторную покупку этой клиенты, которые с нами постоянно, мы за них один раз уже заплатили, и постоянно дальше работаем. Поэтому, говоря, что вектор интернет-магазинов, он всегда, сейчас и будет в интеграции с CRM-системой, у нас появился продукт больше года уже на рынке, это интернет-магазин плюс CRM, коробка, в которой совмещены и интернет-магазин, и CRM-система. Опять же, сегодня не рассказываю внутренние механики, рассказываю общий смысл. Если что, пообщайтесь, пожалуйста, с партнерами, как этот магазин плюс CRM-систему применить к вам. Повторюсь, если у вас интернет-коммерция, электронная коммерция достаточно сложная, существенная, и в рамках простого чата, который мы на прошлом видео смотрели, не укладывается. Подводя маленький итог, друзья, про Bitrix24, как инструмент, который помогает компании в удаленном формате, и скажу, что у нас есть таких вот пять векторов, в которых работает Bitrix24 для этой помощи. Есть вектор офиса, мы про него сегодня говорили много очень, это коммуникация, это внутреннее пространство, атмосфера, это создание таких доверительных отношений, когда мы там в чате пижамную вечеринку устраиваем или вместе пьем кофе. У нас там есть у некоторых отделов традиции такой 5-а-глоб-ти, не всегда в 5 получается, но все выходят в чат, там никакой рабочей коммуникации нет, и 15 минут все пьют чай-кофе, берут прям чашки себе перед мониторами и обмениваются обычной информацией, там, а у меня солнце, а у меня дождь, а у меня кошка, ну, что-то вот такое межличностное, простое, хорошее. Это тоже делается простыми инструментами. Общая атмосфера, классная коммуникация. Мы говорили про блок задачи, как одновременно и доверять людям, говорить, что я готов помочь тебе, я не контролер, не надсмотрщик, я человек, который готов помочь, и при этом смотреть на результаты. В прозрачной системе, пожалуйста, есть и доверие, которое сочетается с контролем того, что ты делаешь. Это можно совместить и нужно совместить в одном. Пожалуйста, прозрачная система дает, закрывает вопрос, должен ли ты бегать с палкой. Вот все результаты здесь, и мы просто смотрим, ты справляешься или не справляешься. Нужно помочь? Хорошо. Не нужно помочь? Сам справляешься? Отлично. Вот результаты прозрачные. Про CRM-систему поговорили не очень много, но я думаю, что принцип понятен. Мы делали большое исследование, которое показывает, что в России 17% бизнеса работает в CRM-системе. Остальные нет. Если вдруг вы попадаете в это исключение, которое не работает с CRM-системой, я вам очень рекомендую посмотреть на это прямо сейчас. Прямо сейчас почему? Потому что есть еще немножко времени для того, чтобы это конкурентное преимущество получить. Поскольку, если есть два бизнеса, один работает с CRM-системой, второй нет, то, скорее всего, второй проиграет даже на короткой дистанции. Вы не можете работать нормально или с повторными продажами. Вы не систематизируете, теряете большое количество людей. Там много-много нюансов. Поэтому, пожалуйста, посмотрите на CRM-систему. Это один из блоков B324. Про контакт-центр, соединение всех каналов мы должны понимать, сколько обращений в нашу компанию есть. Это касается и поддержки, линии поддержки клиентов, например, пожалуйста, это можно сделать. И это касается всех входящих обращений, заявок, например, которые мы собираем с помощью маркетинга и передаем в отдел продаж. Ну и сайты-магазины. В простом формате посмотрели интернет-торговлю в маленьком видео. В более сложном, расширенном формате она есть прям в отдельном продукте. Пожалуйста, так можно все делать. Я надеюсь, что мы на большую часть вопросов, с которыми вы пришли сегодня на вебинар, ответы дали. В первой части были прям классные рекомендации. Мне очень нравится с Филиппом такие ивенты проводить. У него простые, понятные инсайты, которые работают в корректной ситуации. Он действительно очень много видит компания и очень много примеров видит того, как реализовано то или иное действие внутри компании и работает это или не работает. Сегодня мы послушали. Мы поговорили про инструменты. Если у вас есть Bittrex 24, пожалуйста, посмотрите на инструменты эти, начинайте использовать. Если нет Bittrex 24, начните это делать, потому что внутри этого конструктора собрано огромное количество инструментов, помогающих работать компанией на удаленке. Я не знаю другого продукта, где бы в комбайне в одной точке было сосредоточение такого количества инструментов. Если пересчитывать деньги, то это совсем очень выгодно, хотя даже есть бесплатный тариф, если вы в него укладываетесь, то с него можно стартовать и начать. Я видел, что коллеги отвечали на вопросы, которые у вас возникали по ходу. Если вдруг остался вопрос, который вы держите в голове, зафиксируйте его. Мы в течение ближайших пары дней, как только сконвертируется запись этого вебинара, пришлем ее вам на почту. И там же на почту пришлем контакты коллег, которые сегодня работали в чате, опытные интеграторы по BITREX24, которые продукт отлично знают. Они помогут вам освоиться с продуктом и ответят на вопросы, если они у вас возникают. Не стесняйтесь им задавать вопросы. Смотрите, друзья, вот такой формат бизнеса у меня. Можете ли вы мне как-то помочь? То есть не обязательно этот вопрос был, умеет ли BITREX24 конкретно вот эту историю. Можно просто рассказать, у меня производство, у меня ритейл, вот таким образом у меня выстроены продажи. Может ли BITREX24 быть полезен здесь? Расскажите, чем. Всем большое спасибо. Я надеюсь, что было классно и полезно. Мне было здорово. В чате я чувствовал обратную связь от вас. Это классно и хорошо. Всем, друзья, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...